Ну вот, это мы с Жулей гуляем, идем по полям, да, да, Жуля, скажи свое слово. Значит, это Суздаль, здесь последние дни шел снежок, видите, сколько она падала, даже вот кто-то пытался на лыжах ехать, ну а я преодолеваю, вот в валенках снежные насыпи, идем гуляем, погода хорошая, картины может быть не столь красочные, но это русское Аполье, то есть поля, 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 ну, к сожалению, сейчас вот здесь поля заброшены, вот, а когда мы еще только приехали в Суздаль в 2000 году, то здесь все время какие-то сажали культуры, сейчас больше все пытаются строить и продавать дома, так, это я проваливаюсь, вот, это вообще такая тропинка по полю, ну сейчас, видите, пытались лыжню проложить, кто-то покатался, снег пушистый, хороший, приятный, так, собака, здесь очень много мышек, Жула, там мышки, мышек ищешь, да, она любит их искать, вот, вот такая погода, но там вдали виднеется лесополоса, вдоль дороги, вдоль шоссе, а вообще, конечно, здесь все-таки равнинные поля, это Аполье, уникальный совершенно природный уголок между Волгой и Окой, который, в свою очередь, разделен на несколько частей лесами, вот, и Суздаль находится как раз в глубине русского Аполья, где-то в середине примерно, очень богатые здесь земли были всегда, в отличие от других лесных районов, и поэтому, конечно, стремились сюда, и финно-угорские племена, потом вот славяне появились, и делилось это все между князьями, шли здесь, бои хлеба росли, хорошие очень, это было золото этого края, вот, в летописные времена, ну, об этом у меня отдельное видео будет, потом смотрите на канале, как Юрий Долгорукий, например, строил свою политику, давая или не давая князьям другим, вот, этот самый Апольский хлеб, вот, ну, а сейчас у нас просто такая приятная прогулка, вышли, я лично немножко размяться, потому что сегодня просто несколько часов подряд сидела в Ютубе, осваивая его, его просторы, ну, а сейчас вот вышла на просторы полей, так что, ну, отдыхать нужно правильно, правильно, чтобы не уставать, чтобы чувствовать себя счастливым, бодрым, получать удовольствие от жизни, про это у меня есть специальные несколько видео на канале, так что смотрите, ссылочку мы поставим, но сейчас я про это говорить не буду, потому что мы с Жулкой вышли отдохнуть, правильно отдохнуть, ты со мной согласна? так что порадуйтесь вместе со мной, посмотрите на эту природу, вот сейчас так вдаль немножко покажу, вот такие, видите, просторы, сейчас, конечно, уже дело идет к сумеркам, да, то есть вот в первой половине дня было хотя бы немножечко солнышко, вот, ну, еще очень мне нравятся здесь березы, такие уже огромные, красивые березы, и, кстати, здесь находятся заброшенные участки с развалившимися даже домами уже, вот, и там остались яблони, старые яблони, и мы каждый год там собираем урожай, ну, например, антоновку, такую классическую антоновку с огромных деревьев, огромные яблоки, которые, мне кажется, уже и невозможно просто этот сорт купить, где-то, ну, я не знаю, там, чтобы посадить, да, вот в наше с вами время. Вот, ну, я пожелаю всем приятного дня, конечно, так, опять мышки, да, Жуля, мышек там находят? Мышки, ну, мышки сейчас спрятались под снегом, наконец-то снег нападал, а то прямо, знаете, была вот голая трава, и очень хорошо было видно множество нор и дорожек, которые они проделали, идя по каким-то своим делам, вот. Ну что, понравилось видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, мы всегда очень рады друзьям. На канале здесь у меня идёт много разных видео о моих путешествиях, больших и маленьких, по России и по различным странам, регионам, где я бываю. Буду очень рада вашим комментариям, какие пришли мысли после просмотра этого видео. Ну что, и не забудьте нажать на колокольчик, для того, чтобы получать уведомления о моих видео. Всем пока, до следующих встреч на моём канале. С вами была Ольга Лепатова. Успешная и счастливая жизнь! Субтитры сделал DimaTorzok